Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Первая межпарламентская конференция «Россия-Латинская Америка» завершилась накануне совместным пленарным заседанием депутатов из двух частей света. По итогам четырехдневного форума парламентари в очередной раз отметили схожесть взглядов на мировое устройство и подчеркнули особую роль межпарламентской дипломатии при решении вопросов из разных отраслей. Председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере экономики, науки, образования и культуры. Латинская Америка территориально близка к США, но духовно к России. Они также остро, как и мы, чувствуют справедливость, подчеркнул лидер ЛДПР. Первая конференция «Россия-Латинская Америка» собрала участников из 30 стран региона. Нам очень близка и важна Центральная Латинская Америка. Это те страны, которые традиционно поддерживают нас на площадке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это те страны, которые, как и мы, выступают за многополярный миропорядок на планете 21-го столетия, где каждая страна, ее традиции, культура, религия, история, национальный язык станут отдельным полюсом силы и влияния в новой мировой архитектуре, системе международных отношений и мировой политики нового столетия. Ни в коем случае ни Вашингтон и ни мир, основанный на правилах вместо законов, не будут решать, как дальше развиваться мировой цивилизацией. И хотя формально это парламентская конференция, но по сути именно это мероприятие сумело перенести уровень взаимодействия России со странами региона на принципиально новый уровень, на принципиально новую орбиту. Мы обсудили в ходе двусторонних встреч председателя Государственной Думы, на полях конференции с участием представителей профильных министерств и ведомств России основные реперные точки, ключевые вопросы взаимодействия в сфере экономики, науки, образования, культуры. В этом году будет запущен ряд инфраструктурно значимых экономических проектов. Российская высшая школа снова станет альма-матор для будущей политической бизнес-элиты Центральной Латинской Америки. Мы будем проводить эту конференцию регулярно, каждый год, здесь, в Москве, на площадке Государственной Думы. А в период между конференциями будем проводить совместное заседание по видеоконференц-связи и очное, несмотря на расстояние, найдем возможность профильных комитетов российского и зарубежных парламентов. Эта форма себя давно оправдала. Ну и, конечно, нам есть над чем работать. Абсолютно своевременное мероприятие, знаковое. Так что будем продолжать. 5 октября в испанском городе Гранада состоятся переговоры премьер-министра Армении Никол Пашиняна и президента Азербайджана Ильхам Алиева. Россия, как основной посредник в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, прилагала и продолжит прилагать всевозможные усилия для достижения устойчивого мира в регионе. Об этом заявил руководитель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Здесь, в данном случае, конечно, очень много резких суждений. Они, конечно, некоторые улягутся, некоторые нет. Никол Пашинян, думаю, что вошел в не самом благовидном образе в историю своего народа. Вместе с тем, его пражские заявления четко зафиксировали то, что любые конфликты на этой территории – это внутриазербайджанский конфликт, поскольку территория – это в составе Азербайджана. И сейчас очень многое зависит от официального Баку и реинтеграция этнических армян, проживающих на данной территории, и вопросы безопасности, и вопросы создания на этой территории высокоэффективных, высокотехнологических проектов, которые обязательно будут созданы. Сейчас идет медленное, но верное движение к ним. Россия не останется в стороне. И, конечно, не только на уровне миротворческого контингента, в том числе инструментарий парламентской дипломатии в таких ситуациях очень непростых, очень чувствительных, но, как мы знаем, блестяще работает. Поэтому эту ситуацию не будем выпускать из-под контроля, будем оставлять ее в поле внимания для обсуждения с коллегами. Из Мелебеджлиса Азербайджана, из Национального собрания Армении и, конечно, на международных парламентских площадках будем работать. И главный вектор, говорю об этом как председателя Российского фонда мира, к миру, чтобы людей переставали уничтожать. Любые конфликты нужно решать в зале переговоров, а не на арене юридейства. Это главное. И сейчас, что пожелать людям на этой многострадальной земле? Мира, спокойствия и будем делать все для этого нужно. На минувшей неделе глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отчиталась перед депутатами Государственной Думы в рамках правительственного часа. Разговор в том числе шел о мерах по воспитанию патриотизма и защите традиционных ценностей. Разуваева рассказала, что гордость за страну испытывает 91% молодых россиян. Для сравнения были приведены данные 2020 года, а тогда патриотически настроенной молодежи в стране было чуть менее 50%. Вице-спикер парламента Борис Чернышев считает этот показатель отличным достижением работы с молодежью, но добавляет молодым людям необходимо предоставить возможность для самореализации. Ключевое сегодня для молодежи является самореализация. Найти возможность для молодого человека из Воронежа и не забыть про талантливую девчонку из Воркуты. Определить место для молодого ученого из Приморского края и найти место для самореализации молодому предпринимателю из Москвы. Все это та задача, с которой обязана справиться Росмолодежь. Вы знаете, в предыдущем выступлении было сказано очень многое, но прежде всего нужно начинать с себя, с самих. Вот молодежная организация ЛДПР за 30 лет дала возможность силами основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сегодня председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого для того, чтобы десятки тысяч ребят со всей России находили свое место на политическом пространстве нашей страны. Безусловно, это достаточно тяжело. Тяжело создавать условия для того, чтобы и на муниципальном уровне, и в федеральном парламенте самой молодой фракции находилось место для тех дерзких решений, идей, мнений, критики и по большому счету дел, ежедневных дел. Силами наших депутатов более ста конвоев, гуманитарных конвоев, пришли в новые субъекты Российской Федерации. И это очень важно. И поэтому, когда мы говорим про какой-то сквер или про что-то еще, а обвиняя сегодняшнюю молодежь, что она какая-то не такая, мы забываем большое количество примеров. Когда молодые предприниматели выделяют большие деньги для того, чтобы развивать государственные проекты, строить вместе школы, поддерживать свои классы, в которых они учились в детстве, финансируют социальные проекты в области культуры, науки, искусства, создают пространство для того, чтобы ребята по всей стране себя реализовывали. Сегодня впервые за долгое время началась системная работа всей отрасли, всей молодежной политики. От детского сада до поствузовского образования созданы условия разными организациями. Росмолодежь занимается не только форумной компанией. 27 тысяч представителей первичных организаций движения первых сегодня открылись в России. Ребята из движения объединили разных организаций. Юнармия, гагаринцы, пионеры. Всем нашлось место. Вот это важно, что за долгое время, с момента того, когда кого-то за скобками оставляли, по тем или иным политическим основаниям, по той позиции, которой они занимали, сейчас вовлекают в единую структурированную молодежную политику. В Государственную Думу внесен законопроект о введении в Россию прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Об этом рассказал один из авторов инициативы, председатель Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Документ предусматривает введение налоговых ставок от нуля до 35%. Прогрессивной шкалой в Российской Федерации фракция ЛДПР занимается на протяжении, наверное, последних 10 лет точно. Вообще, раньше у нас была прогрессивная шкала налогообложения, и только в начале 2000-х была введена плотская шкала. Установлена действительно одна из самых минимальных ставок – 13%. Если брать в мировом разрезе, это было сделано специально для того, чтобы бизнес вытащить из тени. Серые зарплаты, зарплаты в конвертах, неуплата налогов и так далее. За это время у нас очень много чего поменялось. И администрирование другое, и ответственность другая, и технологии другие, которые позволяют контролировать, фиксировать, смотреть, различать. Поэтому уже был маленький шажок сделан, и у нас сегодня законом установлена ставка 15% для тех, кто получает более 5 миллионов в год. И это деньги окрашены. Это деньги, которые идут в специальный фонд и тратятся на лечение орфанных заболеваний. Это дорогостоящее лечение, которое крайне необходимо нашим гражданам. Именно поэтому президентом было такое решение принято, и, соответственно, закон такой был внесен в Государственную Думу, и сегодня это норма действующая. Мы же в ЛДПР считаем, что необходимо и дальше двигаться в сторону введения прогрессивной шкалы налогообложения. Это справедливо. Это дополнительные доходы в бюджет страны. И самое главное, что прогрессивная шкала – это не просто увеличение налога для тех, кто получает много, чей доход серьезный, высокий. Но и для тех, кто получает небольшие деньги, снижение налоговой ставки. Сегодня, получается, гражданин получает, работник получает на уровне минимального размера оплаты труда, и у него удерживают еще подоходный налог 13%, и на руки он получает около прожиточного минимума или даже меньше. То есть работающий человек со своей семьей живет за чертой бедности. Это недопустимо. Поэтому мы предлагаем до нуля снижать ставку для тех, кто получает мало, и поднимать ставку налоговую для тех, кто получает приличные деньги ежемесячно. Это будет справедливо.